Итак, я расскажу вам о связи продуктивности растительного покрова, содержании почвы активного гумуса и факторов автоморфных почвах. Не торопитесь спокойно так. Автоморфная почва это почва, которая получает водное питание исключительно из атмосферных осадков. То есть гидроморфная почва, это те почвы, которые получают питание еще из подземных вод, то есть всякие заболоченные территории, подтапливаемые территории, но их тяжелее рассматривать, из-за того, что в них очень много дополнительных процессов идет. Поэтому сначала мы будем разбираться с автоморфными почвами, потому что они проще, и потому что про остальные ничего толком еще неизвестно. Гумус обязательно связан с круговоротом углерода в биосфере. Это вам еще расскажите, что такое гумус. Да, это сейчас будет. Руковорот у природы в биосфере – это то, что вы проходили в школьной программе. А гумус, соответственно, является... Фактически он находится где-то здесь. То есть это не целиковый процесс изображения подстилки и прочих умирающих частей. Вы знаете, что многие счетства разлагаются очень легко. Например, тот же сахар разлагается легко, быстро, всеми и очень хорошо. Есть более сложные, например, целлюлозы или глюн. Однако все они являются полимерами сахаров и поэтому разлагаются. Однако тот же хлорофил содержит 4-5 членов цикла, что очень нездорово разлагается. Нужны специальные, очень мощные ферменты, чтобы это сделать. Плюс есть меланины. Меланины – очень древние пигменты. Они есть у нас. У нас их два вида. Они есть у грибов. Они есть у многих бактерий. Они есть даже у архей. То есть это очень древний пигмент, который выглядит очень похоже на хлорофил. Хлорофил. И тоже имеет множество запахных цикл. Его очень трудно разлагать. И поэтому его никто особо не ест. Он может очень долго сохраняться в почве. Гумусовые кислоты – это очень страшные, большие молекулы, где много разнообразных циклов, 5-ти членов, 6-ти членов. И настолько разнообразная структура, что нет особого смысла показывать ее. Она сложная, страшная и немного похожа на кофе. Какого смысла похожа? Консистенция? Нет, консистенция – это совершенно другое. По химическому составу. В кофе тоже много 6-ти членов. И вообще считается, что даже химик по человеку не сможет различить кофе и отделенный гмус. Да, потому что это очень вариабельное соединение. И с ним вообще ничего не понятно. Ну, правда, это здорово, что они такие вариабельные. С ним может происходить все, что угодно. Но главное, что они улучшают все качества почвы. Они улучшают структуру почвы, что очень хорошо сказывается на воздухопроницаемости почвы. То есть корни могут дышать. Это очень важно. Водяной дренаж улучшается накопление всяких органических веществ. Потому что гмус образуется минеральной частью органоминеральной комплексы. И в этих органоминеральных комплексах, во-первых, находят в своё пристанище очень много всяких бактерий, архей и простейших. Они могут прятаться там, они могут переходить в поглощую стадию там. Там могут создаваться особые условия. Самое главное, если есть гумус, создаётся метановый барьер. Потому что в почве есть такой образ бетановый барьер, который не даёт метану, который появляется на нижних уровнях почвы, просачиваться наверх. Если гумуса нет, то всё проходит запросто. Но гумус даёт возможность водородным бактериям жить, питаться как-то, жить. То есть они живут плохо, но зато они поедают метан. И из-за этого у нас не происходит постоянного уделения метана. А метан – это очень сильный парниковый газ. И плохо, если пропадает этот барьер, который, кстати, часто грешат наши сельхозники, они заселяют органические удобрения вместе с навозом. И метановый барьер рвётся, потому что как бы бактерии могут перейти на азот. Им гораздо здорово дышать всеми азотными изменениями, чем метаном. Но всё это уже ближе к аггологии. Давайте остановимся дальше. Это цикл углеродов, который преподобно заработать. Почему? Потому что сейчас метан, как бы, если на почве находить, там сказали... Да. Разлагается. И выделяется. Это цикл углеродов, вот здесь показано какой-то у филе, только ему посвящено. В... 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 В самые-самые лёгкие книги, по чему я имею. Ну вот, мы будем рассматривать только небольшую часть цикла, соответственно, это фотосинтез, закрепление соединений и их переход в консилируемую часть, то есть в активный гумус. Активный гумус – тот гумус, который в данный момент работает, то есть в данный момент содержит в себе какие-то органические соединения. Обалдеть. И лимбитая цикла. Да. И так... Обязалось. Здесь показана простейшая формула. Как продуктивность растительного покрова зависит от потенциальной продуктивности. То есть потенциальная продуктивность – это то, что вообще может эта биосистема из себя выдать. Максимально. При самых лучших температурах... А в каких единицах будет продуктивность вообще? Что это такое? Исходя из чего самое главное? Тон на гектар. То есть даже по факту никогда не достигается. И как она как-то объявит ситуацию? В проникак выращивают. Ну... Активная продуктивность – это максимально... Максимально – это то, что может из себя выдать с плестьем. В проникак выращивать там считается в 100 гектар, но, разумеется, поменьше выращивать, просто пересчитывается. Закопляем. В проникак выращивать такой... То есть не выращиваться такой, как грудный паркник, там вообще седьмой он требует? Нет. А седьмой он рассчитывает на... Сейчас у меня... Вот там это пространство, и там с сохранением всего этого отгораживается некоторая территория, и вот там считается. То есть ее поливают дополнительно, если это позволяет условия... Ну, то есть это отдельный метод, как считается, потенциальная продуктивность, и она для лесов одна, для лугов другая, для пустыни третья. Мне кажется, это не просто для лугового, а вообще для каждого. Ну, да. Поэтому сильно... Да, да. Мне кажется, это конкретно. Причем там же еще нужно для одной и той же местности считать отдельно для каждой квадры сукцессии. Потому что видовой состав. Ну, разумеется, для каждой сукцессии это идет разный... Уже для лугового, вообще. Какая работа была. Да. Поэтому я сильно сократила статью, потому что она читала совсем страшно получается. Дальше. Есть коэффициент А. Это... Там написано, что это параметры, зависящие от свойств почвообразующей породы. То есть мы находимся на глинах обычно. Это численно равный запас органического углерода в почве, при котором достигается половина потенциальной продуктивности. И, кстати, это запас углерода гумуса в почве. Углерода гумуса, ну, считают, что гумус... Там ведь не только углерод, там еще азот. Там многое сидение могут быть, но по углероду проще его считать. Есть коэффициенты, просто пересчитывать. Но по углероду гумусу просто удобнее считать в цифре. Соответственно, продуктивность средственного покрова — это потенциальная продуктивность. Мы можем взять запас глинах и разделить на половину от глинах и глинах и глинах и глинах и глинах. Дальше, к сожалению, немного обрезалось. У меня, кстати, расслабление обрезано. Ну, не знаю, почему сошлось, но в итоге... Если я нажму, оно пересчелкнется. Ну, ладно. Х1ПДТ равняется... А, это Х1ПДТ? Да. И, соответственно, Х2. Соответственно, обозначение все свежи. Х1 — это запас углерода гумуса в почве. Х2 — запас углерода мордмасса. Мордмасса — это опад, отпад и так далее. То есть стволы деревьев, сухослой, мертвые тела животных и так далее. Вот все это работает. Расскажите, что это написано? Запас углерода гумуса в почве. Скорость изменения. Ну да, скорость изменения запаса углерода гумуса в почве равняется константе скорости гумификации растительных отстатков, умноженная на запас углерода в мордмассе, минус... Да, ты не понимаешь, это просто... Да. Запас углерода в мордмассе. Да. Минус константа скорости минерализации гумуса, то есть переход, то есть потребление гумуса, когда его переводят в СО2 и прочие простейшие соединения, умножить на запас углерода гумуса, минус скорость амбиотических потерь органического гумерода, выпекривание, все, что может происходить неприятно. А2... x2pdt у нас... x2pdt... Где-то... Ну, может, выйти из-за их показа слайдов? Да? Ну, сделайте, помогите. Я просто не уверен, что это так сказать. Ну, помогите. Ну, помогите. Ну, не загорите просто, как видите, как стараются. Ну, помогите. Почему, почему, почему? Вы, может, даже не нажимаете. Может, не жар. Надеюсь, теперь немного видно, что-то не было. В любом случае, мы можем сейчас рассмотреть второй урок. Не можем. Да. Извините. Ладно, все иногда уж плохо. Давайте не будем терять времени, потому что главное, что я понимаю, что здесь происходит. Я буду сейчас. Третий раз описываю, сам уже понял, а не все. На первом уравнении вы научились сказать. Да. А запас углерода в массе, получается, что это доля чистой, первичной продукции. Деструктивный цикл. То есть, это весь опад, который просто упал и который едят. Который не пошел на какие-то более сложные превращения. Дальше, умножить потенциальную продуктивность растительного покрова. Какие именно более сложные превращения? Ну, деструктивный цикл – это когда начинается разложение. Но листу, допустим, могут скушать всякие фитопаги. Тогда это по увеличенному циклу пойдет, это не пойдет сразу в постилку. А будет, соответственно, включать это у нас в консументы? Мне просто непонятно, почему утверждается, что уход в постилку сразу будет более сложное превращение, чем поедание фитопаги. Ну, просто побольше этот кровь. Время, да? Нет. Сначала сказали, что мне поедаться, а потом более сложное превращение. Получается, что большой круг оказывается более простым, чем уход в постилку. Ну, да. Большой круг, он более простой. Ну, потому что в почве много всего интересного, там же много бактерий, там все интереснее. Ну, это у вас слишком зайдет по человеку, да? Вы имеете в виду, что на поле каких-то простых соединений происходит? Нет. Нет, я имею в виду, что в почве происходит много всех этих процессов, которые сопряжены друг с другом. В почве большее количество циклов крутится, а на поверхности там очень мало чего происходит. Тропические сети. Ну, тропические сети, тропические сети. Что они делают? Они ничего толком не могут. Ну, я думаю, у вас уже принципиальный какой-то спор. Я вам потом покажу, что могут в почве. В почве происходит все намного интереснее. Ну, пускай. Это же вкусовщина. А вот это нравится. Дубинкор, а вот это нравится. Какая-то, знаете, крот и дюймовочка. Крот считал, что внизу гораздо интереснее. У нас наоборот получается, у нас дюймовочек считает, что гораздо интереснее. А я же знаю. Ну, ладно, все, она... Давайте, давайте, рассказывай. У нас константа скорости гумификации растительных отставков плюс константа скорости минерализации растительных отставков. к 2 а гумификация во время гумификации тоже происходит некоторое выделение но при этом большая часть все-таки включается еще какие-то органические и соответственно их два запасу бирону масса это самое пожалуй полезная константы это потенциальная продуктивность это по сути скорость накопления гумуса то есть она может быть положительным может быть отрицательной зависимости от того гумус накапливается или наоборот уменьшается по сути мусор но это а к 0 кто у нас доли чистый бирюльчатый продукт ну да грубо говоря то что упало минус то что минерализовала но деструктивный цикл включается в минерализацию получается потенциально получается мы должны учитывать долю чистой первичной продукции ежегодно включающую деструктивный цикл умножить на потенциальную продуктивность растительного покрова и умножить на константную скорость гумификации а это если кто не помнит этого параметра который запасу природа для половины до константной скорости минерализации гумуса она должна умножаться дважды сначала на константную скорость минерализации растительных остатков а потом касаться скорости гумификации растительных остатков соответственно может это число быть положительным отрицательным если равняться 0 не образование это скорость накопления гумуса образование минерализации и вот это вот ваше уравнение как ну это чуть более усложненный вариант но в принципе да то же самое вот скорость гумификации умножить на скорость на количество мордмассы то есть это по сути то же самое называет гумус или кто это x2 это мордмасса а x1 а x соответственно запасу природы в почве x1 да вот углерод в почве он получается из этой самой массы из мертвой массы минус углерод который один из минерализации и плюс цель цель то есть процесс гумификации есть процесс минерализации вот к 1 это минерализация то есть минерализация растительных остатков то есть минерализация волоса содержится растительных остатков то есть минерализация гумификации теперь посмотрим следующий уровень значит получается вот где эта гумминификация она у нас получается dx1 углерод x1 это же углерод а x2 будет значит углерод получается у нас x2 это морг массы хорошее название да значит получается изморт массы с каким-то коэффициентом углерод минус он а и x1 это все таки углерод битекета и почка почему там минус k1 на x1 скорость появления это он уже ушел из почвы углерод мы скорость появления поэтому то что было на предыдущем шаге мы должны вычесть ну да вычисляем не просто так а еще и смотрим когда перейдет и c это опять-таки это чуть более усложненные абиатические потери потому что с ними труднее работать потом мы сводим систему в одну и получается страшное уравнение но это страшное уравнение я всегда включила просто потому что я буду показать следующее уравнение нет посмотрите его нет оно уже второго порядка изменение скорости скорости изменения ну ускорение если по физике сказать ускорение это формула и кто хорошо знает физику сможет сказать что это за формула она фактически очень похожа то есть тут дельта это звук это ускорение это то есть видите что вот эти все обычно что коэффициенты взаимозаменяемы а для самого уравнения принципиально одно и то же а n скорость физики это описывается движение частицы при дисфорционном поле И это точно так же, как ускорение накопления гумуса, это же чудесно. Это, конечно, чудесно, но насчет поля, это я не знаю. В общем, по-моему, мне кажется, что, скорее всего, совпало случайно. Ну, наверное, что нет. Но, с другой стороны, конечно, не уравнение, то есть баналы души. Ну, мне очень нравится, что вот такой банальный процесс, и вот что очень похоже на глобальном уровне. Сейчас я только вопрос банальный. Передвижение материальной частицы в поле, это же, ну, как бы физика это. Ну, вы говорите, скажите, за кого интересует физика, что это банальный процесс? Ну, маленький. А х, это кто такой х, все-таки у вас во втором уравнении? Во втором уравнении, во втором уравнении, это, как я понимаю, это скорость самой частицы. Тут, наверное, доля на координаты. Координаты, да. На такая координата, ну, вот это, получается, ускорение какой-то координате, а это, как бы, со сопротивлением самого поля. А у вас смотрели у, это что? В смысле? В моей? Нет, это из физики. Ну, да. У, это кто там? Ну, какой-то, какой-то потенциал будет. Ну, это, грубо говоря, насколько поля сопротивляется. Там есть умное название, но насколько поля сопротивляется частицами. Ну, а в гумусе это будет что-то вообще? В гумусе нет у. Я говорю, это формула, вот верхняя формула, та формула, которую мы получили. В гумусе нет, это х. Нет, ну, если ее заводить вот такому же виду, ну, короче, перевести в виду более повторно то уравнение движения частиц, что будет соответствовать? У? В гумусе модели. Сейчас я так думаю, если могу отметить. Ну, вот верхнему уравнению там входит ускорение, скорость, и, там, координаты, так. Это тоже какая-то вот у меня не нравится вот эта форма. К0, P0 на К2, 1, делить на А плюс Х1. У нас таких не было, там всегда было где-то еще Х, наверное. А у вас вот эта вот какая-то гиперболическая функция вот у нас. Ну, она появилась. Откуда же она появилась? Все-таки это же в К3 тут появился, правда, какой-то еще коэффициент загадки. Ну, К3 я объясняла на прошлом шаге, да? Что это касается, скажите, разложения растительных. А, вот К3, К2 плюс К2, 1. Хорошо. Но у вас на предыдущем, если вот эта вот формула выводится как-то из предыдущих, то тогда должно быть там наверху вот во втором шлеме еще Х1. Вот видите, вот посмотрите, К0, P0, X1, делить на А плюс Х1. Да. Вот это вот. А у вас Х1 куда-то исчезло. Ну, он заменился на К2, 1. Не-не-не. У вас... Что? На что он заменился? Не-не-не. Так, а вот смотрите. Знаете, я подумала, что, наверное, я думаю, что там все-таки должен быть Х1, наверное. Знаете, возможно, куда он делся, понимаете, куда-то непонятно. Знаете, возможно, вправо, но тогда я смогу пролицензировать статью? Да. Ну, ладно, мы же не будем сейчас это говорить. В общем, не совсем понятно. Да. Дальше какие-то, да-да-да, за какие-то соотношения их... О! Вот это, а это то, чем у нас придем. И сразу получили их все. Дело в том, что там дальше идет третий шаг, уплажнение. А главное, что это показатель устойчивости. Да. А в коже что это такое показатель устойчивости? А показатель устойчивости, это, грубо говоря, как сильно мы можем изменять какой-либо параметр. В данном случае мы изменяем мордмассу. То, что мордмасса, это то, что мы убираем с полей. Мы с полей убираем, по сути, всю их продуктивность и всю их мордмассу. Особенно... Мы убираем мордмассу. И что получали? А что так? Тридцатьдеять после штуки? Вот. Чего? Так как мы все это получали с помощью постоянных преобразований, в итоге у нас получилось, что для упрощения некоторые вещи переводятся в... Просто выражаются коэффициентами и, соответственно, потом можно выразить вообще идея в том, чтобы выражать сидящие именно коэффициентами для того, чтобы так было удобнее, так удобнее считать. Вот это... Понятно, да. Понятно. Но, наверное, здесь мы только соотношение можем, да, вот, так сказать, оценить. Потому что абсолютная величина, что такое тридцать девять и один, грубо говоря, мы можем уменьшать количество мордмассы, чтобы почва не ушла в свое очень... И чтобы почва оставалась в тридцать девять раз мы можем уменьшать, или что? Нет. Или на тридцать девять каких-то единиц. Или что такое? На тридцать девять единиц. Я думаю, что... Ну, от чего? Ну, хорошо. Вы собрали сто килограмм. Сто килограмм. Сто килограмм. Я собрала, допустим, сто килограмм с лукопастей. Да, на Черноземье. На Черноземье? Все пожил пропитой кормятой. Чего? Там ничего. Нет, что-то там морчит. Ну, что-то про кого-то, кто-то там пожрет. Ну, все пожил пропитой кормятой. Нет, понятно. Нет, здесь здесь понятно, что если, в общем-то, смысл понятен, что если на Черноземье вы можете весь урожай собрать и ничего... Нет, 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 нет. Вы смотрите, тут я не вижу, смотрите, на типичном Черноземье мы можем полностью собрать водовую кондукцию, и ему будет нормально. Да, и на следующий год опять сажать. А вот на агроподюре уже нет. Смотрите, на агропистиль на типичном Черноземье, а типичный Чернозем мы разрабатываем уже более 100 лет. Вы посмотрите, как уменьшился. Да, всегда. Видите, насколько... Вы понимаете, как здорово мы потрепали Чернозема. А потому что вы корневую систему нарушаете. Там у вас все остается в корневой системе на луке. Да. Предположим, травку скосили, и ладно, а корни все остались. Корни остались. Дальше здесь вы, да, и мало того, что вы, наверное, собираете гораздо больше урожая, в принципе, вы гораздо больше органического вещества от этого выбираете. Даже если мы представим, что с Чернозема мы уберем вообще все, вот просто возьмем и комбайном вытащим все, вообще все соберем, ему будет нормально. Соглятой системой на типичном Черноземе ей будет уже похуже. Причем здесь сильно похуже, она не сможет долго переживать. Естественно, здесь показатель устойчивости к уменьшению поступления углерода в почву средительного остатка и увеличению скорости минерализации гулуса. Это, как видите, по-разному устойчивость. Ну а почему, давайте объясните, почему луковая степь одинаково устойчива к этим другим показателям? Потому что она великолепна. Там корни, и корни все застилают, и поэтому даже если в это причине растительные остатки перестанут там поступать, там столько гнуса. Ну здесь, да, вот это может быть. А увеличение скорости минерализации гумуса, что это означает? Это значит, что вот гумус, он, несмотря на то, что очень устойчивость от соединения, оно постепенно разлагается. И, возможно, это увеличение скорости разложения гумуса. А что, вот вспашка приводит к увеличению этой скорости или что? Почему агросистема отличается от луговой степи? А вспашка, вы же понимаете, что во время вспашки вы разрываете, во-первых, вы уплотняете все, соответственно, есть больше анаэробных зон, и некоторые бактерии, которые проводят суперсложный процесс, они анаэробные. И, во-вторых, вы еще и переворачиваете, то есть сложился какой-то микроклимат, который более-менее все продержит. Вы приходите, все разрываете, и бактерии нервничают, они начинают... Ну, то есть именно вспашку, фактически, вот эту вот цифру, разница между этих 39 и 11, она связана с постоянностью вспашки, да? Да. Особенно это тяжело, когда выращивают картофель, потому что одно дело вспахать под какую-нибудь пшеницу, там не очень глубоко, а другое дело картофель. Там машины просто берут и переворачивают все, чтобы захватить картошку, и там огромный бум в свои потери мы имеем. Вот. Здесь интересно, что ельник-кисличник такой же, вот Кришцент очень близкий к собрать системы на чернозёре, да? Ну, не то, что... Ну, очень близкий, но, во всяком случае, гораздо ближе, чем к подсистеме луговости, между собой. Да. Я сделала лесостепь, южную, среднюю тайгу, потому что, ну, как бы, мы в этих зонах находимся. Да, это хорошо сделали. А как же вы считали вот эти коэффициенты? Это не я посчитала. Ага. А вы вообще там в статье посчитали, потому что там нужно приводить очень много параметров, и они использовали... А они вообще в кучмоведении-то вот используются вообще, да, вот эти параметры? Это не в кучмоведении, это в сельском хозяйстве. Ну, в сельском хозяйстве. Да, они используются, потому что, ну, как бы... Ага. 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 А здесь это те же самые показатели, но уже более конкретно. То есть, что... Ну, средние тоже тут, да. Да, здесь летят средние. И что ж получается, что вот эти вот ельники, они имеют больший показатель, чем те, что были нашли предыдущих? Нет, здесь просто показывается, что есть некоторая средняя. Вот смотрите, там 5,4, 3,4, а там уже 18 было на следующей таблице. Здесь есть средняя. На подозольских почвах не было продуктивной. А вот к минерализации, ну, смотрите, там какие большие, такие величины, 16, 18, а на предыдущей таблице было маленькие, гораздо меньше. А как это понять? Потому что на подозольных почвах могут расти не только ельники. Там растут ещё сосники. Там только написано ельник в черничных. Да, на подозольных почвах средняя тайнган. Что-то как-то несуются эти две таблички, вот что-то у меня как-то они... не складываются. Да, и, конечно, непонятно, в чём появляется коэффициент устойчивости. Но, во всяком случае, сравнить, конечно, можно, в чём по этим показательным. Да. Ну, ладно, да. Хорошо. Наверное, важно, вот, больше всего эти, те, которые используются для растительных, выборочных сельскохозяйцев и культурных. Да. А в лесах, так что? В лесах можно примерно представить, что будет, если, допустим, случится большой-большой пожар, что у нас довольно, ну, регулярно происходит. И мы поймём, что вот сколько, грубо говоря, пожаров может перенести почва, пока ей не станет настолько плохо, что там всё помрёт. Но, с другой стороны, пожар, как известно, нам времени не спичит. А потом идёт субцессия. Да, субцессия. Но каждая новая субцессия – это всё-таки перенос на другую стадию развития. И с этим связаны… Ну, вы же понимаете, что нельзя, допустим, раз в пять лет сжечь леса. И раз в пять лет нибудь у вас не получится. Через пять лет у вас только бурья, там будет и маленький берёс. Не совсем, скорее всего, это переживут. Потому что вот у нас были леса. Первый вот стояло всё чёрным-чёрном. На следующий год деревья оклеймались. Через три года там, как вам говорят, понятно, что пожар был. Вопрос только в том, что да, весь молодняк вымер. По сути, это демографическая яма у леса случилась. Взрослые есть, совсем маленькие есть. И вот это вот яма огромная. Но вот, насколько я знаю, пожары вообще, естественные пожары происходят. В среднем, столь, там, двадцать лет. Да, в тайге. И это естественный круговорот. Естественный круговорот. Да, потому что они приходят уже в стадию… Ну, потому что сейчас этим летом всё называются конечной стадией субцессии. Ну, опять, лимакс. Лимакс. Но сейчас, думаю, на тех же есть ли климакс или он не совсем существует. Ну, сейчас он не шёл пересмотреть на цены. Ну, вот, допустим, в этом году в Европе много. На Греции, в Кипре. Но ведь в Европе практически… И на Греции, конечно, на горах там, естественно, нет. Нет. В Европе практически нет. Но… В этом году сильно пожарило везде. И… И… Это ведь определённое… Ничего хорошего нет. Ничего хорошего. Так, если естественное или искусственное, я знаю, всё на пол. Да. Судья, ну, Серёга. Хорошо. Ну, хорошо. Да. Это я привязалась к этой таблице, потому что более непонятно, что эти цифры значат. Ну, давайте дальше. Ну, всё. Всё? Да. Тогда вопрос. Уже так слишком много ещё было. Так. Ну, и что? Какой-нибудь вывод вы можете из этого всего сделать? Из этого вашего? Так, ладно. Во-первых, что даёт модель? Модель даёт нам возможность оценить устойчивость почв к каким-либо изменениям. В данном случае к изменению минерализации, к изменению скорости минерализации бонуса и к скорости поступления рассыпленного опада. Ну, Катя, вы понимаете, да, в чём недостаток основного вашего доклада? В том, что нет перехода от моделей к тем показателям, которые будут потом показаны. То есть непонятно. Откуда из этой модели взяты эти показатели? Как они получились? То есть нужно было сделать все эти слайды, где были расчёты? Нет, нужно не слайды. Если вы это поняли, то вы нам просто на словах скажите. Не обязательно слайды. Просто вот у вас модель, вы записали эти уравнения, а дальше что означает коэффициент, вы сказали, а дальше вы показали эти показатели устойчивости. И непонятно, откуда они взялись из моделей, что это такое? Что нужно было сделать, чтобы получить эти цифры? Сейчас. Вот они записали систему. Вы это видите сейчас? Ага. Вот. В этой формуле есть минимум. Локальный минимум. Минимум. Ага. И в этих локальных минимумах устойчивое состояние. Локальный минимум чему? Минимум. Вот это вот функция. Локальный минимум величины x по чему? Минимум. Минимум по какой величине? Нет. То есть, что здесь является управляющим параметром? Ведь минимум. Потому что найти минимум надо понять. производную. Нужно брать… Ну, вы знаете, да? Чтобы взять минимум, надо взять производную. Производную почему? Не по времени же, потому что время… Это же не по времени. Вы же не развитие во времени рассматривали. Вы что же не помните? Мы все развитие во времени. Нет. Я имею в виду вот эти вот показатели, которые вы взяли. Это что у вас во времени? Можно и минимум во времени смотреть. Но тогда уже места времени, а не вот каких-то характеристик самой системы. А вы, когда делаете оптимизацию на сезоне, не работаете, то вы и их не работаете. Вы ищите, берете производную по этому параметру. Вот, например, вам нужно найти, при каком параметре К1 будет максимальное значение функции. Какое? Стационарное значение дана на правую часть программы будет. Или какое значение функции вы должны минимизировать. Я на это, конечно, не обратила внимания, но вот… я бы сказал, что вот это вот уравнение, если оно вот в минимумах, это стационарное значение. Стационарное значение – это, ну, помните сами, мы говорим, что такое стационарное значение. Это когда правая часть равна ну, и вообще-то говоря, это на бесконечности достигается, величина. Ну, с течением времени она становится постоянной, да? Там, где… Вот это есть стационарное состояние. Там, где локальный минимум на этой функции, там… Какой функции? Функция правой части. Верхней. На всей верхней строчке. Я уже поняла, вот, по вашему… Да. Включила критическое мышление. Да, да, да. Минимум к чему? Вот это очень важный момент. Потом… Функция… Ну, теперь вы… Такое слово локальный минимум. Обычно… К чему оно применяется так вот? Вот бывают функции, которые вот так вот тебе имеют, да? Вот это локальное меню, вот это локальное меню, вот это локальное меню. А из них, например, ну, вот так вот. вот это будет глобальный минимум раз два три четыре каждый из них называется глобальный если это многомерное вот у нас двумерный а если это в трех лет в любом пространстве тут такие будут впадины ну как в горах вообще похоже штука то есть глобальный минимум то есть максимум здесь вопрос чего и по какому параду если говорить о минимуме о максимуме вот это все очень часто используется когда ищет у вас был вопрос непонятно как что мне понятно минимум чего ищется потому что я сказал я спросил откуда берутся вот эти вот параметры вот эти числа откуда что надо посчитать чтобы получить вот эти шестнадцать и семнадцать а это они не из тех коэффициентов они считаются из тех но но путем каких-то да вот неважно может быть коэффициент как минимум и достигается коэффициент где поставить достигается минимум чего стационарного состояния ну видимо тут по всем коэффициент то есть есть дифференцируется пока один и пока два один и пока и пока три да по всем минимуму как минимум параметрической функции что может быть я не знаю в общем это не совсем понятно надо наверное почитать еще эту статью как следует если хотите а мы перешлем перешлите хорошо как раз может быть к следующему занятию мы разберемся так ну что вопросы какие Кате в общем ясно что у человека слишком много параметров самое главное тяжело поставить эксперимент конечно нет конечно это очень сложно кто следующий а вы будете рассказывать ну давайте давайте у нас еще два доклада давайте что я понял что мой доклад немножко не помню по сашему тренчику и потерял хотя бы за тысячи раз надавая так сказать еще да да ну хорошо тогда давайте послушаем по нему это значит поговорить там чуть интересный у нас такой тотитарный доклад формулу формул там не будет да формул там не будет devenir А как же нелинейный статус? Нелинейные слова. Видно же, что нелинейные. Вот сразу посмотришь, и сразу видно, что нелинейные. Текст будет нелинейно размещен. Сергей Черновский такой шутку говорит, что зять очень любит нелинейную архитектуру. Почему? Потому что тёща ему говорила, построи, пожалуйста, такой дом, где у меня нашёлся уголок. И он построил дом с округлыми этажами. Уголка не нашлось? Да, так же угол, конечно. Коварный. 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 Ох, отлично. Там, кстати, была модель. Гаудио. Да, да, да. Я сейчас расскажу немножко про историю мысли, как к этому всё подходило. Ну и немножко. Я в философию тоже решила особо не углубляться. Я, может быть, так вы увидите, как у меня пошёл. Потому что если вы гуляете философию, это будет тяжко, потому что современную философию я люблю. Мы до неё не доползли. Это гораздо лучше человечество. Ну, что мы вошли? От нас хотя бы польза есть. Конечно. От философов. От вашей пользы. Потому что науку, кстати говоря, теоретизируют именно философов. Потому что методологией и науки самим учёным заниматься некогда, они занимаются наукой. Вот расскажи немножко про историю мысли, как к этому подходило, что впитала архитектура, ну и, собственно, про саму архитектуру. Ну, как я уже сказала, на архитектуру повлияли и философские тенденции, вот как раз начало 20-го века, и открытия научные. Это было как раз связано с переходом от классических взглядов к неклассическим. Пиком классической философии является Гегель. Он очень скромно полагал, что на него философия закончится. Потому что дальше сказать ничего, лучше ничего. Всё, он исчерпал этот вопрос. Но исчерпал он только классическую философию. Потому что первые неклассические философы критиковали Гегеля. Вот. И всё у них прекрасно получилось. Ну, вот, например, тот же Маркс. То есть он, ну, можно назвать в каком-то смысле гегелианцем, потому что он то же самое, что у Гегеля, только материализм. В смысле, как контр-гегелианцем? Ну, да. То есть если у Гегеля развертывание абсолюта, то у Маркса он не идеалист, а материалист, а, в принципе, он очень похож на многих моментах на него. И, значит, как раз вот развитие неклассической философии. Это, например, вот многослойность бытия Гартмана. То есть уже люди не искали единого объяснения для всего. Если вот для классической философии характерно пытаться найти единое объяснение для всех явлений абсолютно, какой-то общий принцип, первооснову, потом поняли, что это уже не работает и вообще так сделать трудно, расслоили все бытие и для всего какую-то искали индивидуальность, индивидуальный подход, разные методы. У Энгельса тоже там, у него первичные формы движения материи, там, для математики, для физики, для химии, для биологии, для социологии. Причем, в чем еще такая заслуга Энгельса? Он предсказал появление наук на пересечении разных дисциплин, как, например, биохимия, антропология, которые сочетают в себе биологию и социологию, и прочим подобных наук. Архитектура XX века вынуждена взаимодействовать со всем этим огромным культурным контекстом в стремительно меняющемся мире. Причем, единого направления в искусстве уже нет. То есть Моберн – это такое сборище разных течений. То есть, если до этого было понятно, допустим, классицизм, романтизм, то в XX веке было уже непонятно. Это вот множество разных направлений. Такая разнородность в культуре. В XX веке еще разрабатывалось понятие контркультуру, субкультуру. Да, и в науке очень большой переворот. То есть вся предыдущая мысль, она перевернулась благодаря Эйнштейну теории относительности. То есть подход физики не похожий на предыдущий абсолютно. Вместе с аналитического подхода в науке и артезианской эпистемологии. Эпистемология – это то же самое, что теория познания. Только теория познания – это как бы общее такое понятие, синонимично в мессиологии. А эпистемология – это то же, что мессиология – это более научный уклон. Теория научного познания. Ну и как раз вот сначала на передний план выходит модернизм. Разрыв происходит со всей предыдущей эстетикой. Разрушается предыдущий стереотип. И вот мне из модернистов очень нравится Антонио Гаудио. Совершенно замечательный архитектор. Ну вот даже по самим его работам видно, что это не похоже на то, что было раньше. Сильно не похоже. У него тут очень разные мотивы встречаются. Например, вот в этом здании. Это вообще на кости похоже. И там, где смыкаются суставы. Жаль, что он построил не очень много. Да, у него действительно так. Не очень много. Но зато многие его работы написаны в список в МНСКО. То есть он такой относительно современный, но его туда уже не есть. А так все застроили, да, сейчас получается? Ну, это во время строительства. Нет, его еще не достроили. Он по всему не достроил. А, возможно. А это что-то там было где-то где-то назад. Это, по-моему, где-то в Барселоне. Там вот это он построил. А там еще есть какие-то пределы, которые уже построили гораздо позже. И они по-другому были. Вот, градо де фамилия. Вот, на модернизм влияло и развитие индустрии, и вот все вот это вот влияние в обществе. А в дальнейшем в искусстве это можно в каком-то смысле назвать реакцией на модернизм, появление постмодерна. Какой-то вопрос? Да. А почему вообще занесли в кинеску? Потому что вообще у саграт фамилии только один из фасадов, он построен давным. Да. Один еще не достроен, и два еще они построены кем-то другим. Да. И они в совершенно другом стиле построены. В стиле, да, совершенно. Ты не знаешь, почему его все-таки? Хотя он достроит все-таки. И дочек пустой, по-моему, да? Да. Пш! Другие не хватает, да? Вот так и театр предоставил свой четвертый фасад. Вот, потом, после модерна стали развиваться деконструктивизм и постмодерна. Деконструктивистская архитектура, она несет в себе одновременный разрушительный пафос и модерническую идею принципиальной внеисторичности. То есть тут измодонизма тоже заимствование происходит. И другая форма порождающая стратегия. А что такое порождающая стратегия? Порождающая стратегия – это стратегия, по которой происходит порождение чего-то. С основного смысла. Порождающая стратегия, по которой порождают победу пленок, попадает в такую тему? Ну, если хотите, назовите… Ну, мне кажется, это больше к творчеству относится. Это все-таки порождение каких-то… Наверное, можно назвать порождением концептов, если говорить о философии. Это можно отнести и к искусству, потому что произведение искусства ценится тем, что в него заложена какая-то идея. Ну, так, в области военных есть оперативное искусство, когда так называется. А концепт «выжил из земли» тоже концепт. Если поэтизировать, я думаю, это можно применять. Притянуть за умеры, в принципе, возможно. Мне кажется, это… Какая стратегия заложена все-таки в архитектурной? Ну, мне нужно решать, чтобы не любая стратегия порождающая. Почему не любая стратегия… Ну, не любая стратегия порождает? Ну, а почему? Потому что не любая. Привет, вы видите, крикории тогда стратегии, которые не порождают. Стратегия разрушается – нечего не будет. Ну, вот военная стратегия разрушается. Но, прежде, знаешь, если между maioria порождает заправление. Это уже дуализм и относительность. это то что эрик у нас это уже более позднее уже не вот у него по сути тоже по сути первая альтернатива по модернизму попытка уйти от того что было до этого совершить тотальный переворот от чистой геометрии к образцам которые отвергают это модернизм считается но он был таким пограничным то есть он и многие его идеи они были потом позаимствованы он включал как бы все цитировал все что хотел они отрицали как модерн ну это как такой да как альтернативный подход это вот для меня это как реакция а это как и называется это модерн а потом шел уже пост модерн или вот эти вот всякие типа карбюзье это что-то такое специальное я не очень себе представляю карбюзье вот какие-то конкретные его ну в москве есть например дом коммуни в харькове университет вот его же приглашали даже в советскую власть ну это такие упрощенные формы какие-то нет вот какой-нибудь минимализм это модерн да минимализм это вообще-то модерн а вот все таки мне кажется вот эти модерн здания и в москве и в Санкт-Петербурге они к модерну относятся за такие все таки разукрашенные какие-то ну тут еще вопрос что вообще можно отнести к модернам Потому что что-то можно рассматривать как абсолютно самостоятельное течение. Вот какой-нибудь, не знаю, что-нибудь вроде арт-депо. Вот как бы относить его к модерну или к идеалисту. То есть как бы вот в дизайне арт-депо часто популярно. Да, да, да. Понятно. А это уже вот. Ну и, конечно, здесь, мне кажется, еще огромную роль играет возможность материалов. Потому что у меня было же технологий, у которых вот такую штуку как можно сделать из материала, который продолжил начать в 20-м веке. А если вот для такой иллюстрации вообще вот мышление постмодерна, если есть кто-нибудь, кто читал Умберто Эко, писатель 20-го века, Гвоза Аль. А что читал у него, Катя? Умбер Лоза Аль. Ну это, да, это его самое первое произведение. Самое известное, самое великое. И мне его посвятил математика. А там действительно очень классно. Я тоже вот из всего, что я читала Умберто Эко, мне больше всего понадобится. Вот это вот буквально иллюстрация вот всего постмодерна. Но это постмодерн в литературе. Он, кстати, сам Умберто Эко, он и пропагандировал постмодерн в литературе. И самый сал в этом стиле. А там и выдернутые кусочки из каких-то старых авторов, из средневековых. Там, я вот, честно говоря, не находила. Идеи Декарта я там нашла, а вот Хайдегера я там не нашла. Но говорят, что там тоже есть вкрапления Хайдегера. Причем плетены настолько органично в эту общую ткань, что и нельзя точно сказать, а где он там. Потому что вот это сплетение мыслей всего, но оно все равно получаете в духе эпохи. И Локман про этот роман говорил, что это семиотический роман. Вот как раз, мы сейчас дальше будем говорить про... Сейчас, где вот это... Самое-то главное, в архитектуре постмодернизм имеется такой же свойство, как в других областях постмодернистского искусства, чтобы... Мы сейчас поставили цитаты. Да, просто здесь для архитектуры цитирование будет выглядеть несколько иначе. Для музыки постмодернистской тоже характерно цитирование. Но это вот такой характер приобретает, то есть совершенно не текстовый. А каких-то вот элементов, мотивов. Вот постмодернист... Слушай, в музыке вполне текстовый. Что-то вот паттедуры, если рассматривать как текст, сам тоже можно цитировать. Ну ладно. Ну вот как раз постмодерн, постструктурализм, он ориентирован на семиотическое истолкование реальности, которое в 70-х годах особенно было популярно. И вот это семиотическое истолкование реальности — это мир как текст. То есть весь мир вообще рассматривается как текст. Потому что мы определенным знаком приписываем какие-то значения, а знаками может являться абсолютно все что угодно. Это могут быть какие-то фигуры танца, это могут быть какие-то изображения на картине, на живописных полотнах, и в архитектуре, и в музыке, и непосредственно знаки вот в самом буквальном тексте, в литературном. И, соответственно, архитектура тоже воспринимается как текст. Ну и цитирование тогда в данном случае тоже будет в этом же самом смысле. Повлияла и нелинейная постклассическая наука, где фигурировал концепт становления. То есть мир, он воспринимается как изменчивый, не законченный, а изменчивый, в котором постоянно происходят изменения, который постоянно эволюционирует и изменяется. Это, кстати, вот как раз и связь с биологией, как вот, например, морфогенез. Туда же пришли понятия из математики, сложность, нелинейность, полифрактал. Мне еще показались интересными позиции постмодернизма по джинсу, такие, ну, как черты или принципы этого направления. Ну вот, например, амбивалентность, предпочтительная одновалентность, воображение предпочтительней вкуса. А вот расскажите, что такое амбивалентность? Амбивалентность, то есть двусторонность, то есть когда одно и то же можно трактовать по-разному. Да, и ваше, и ваше. А одновалентность, это вот когда есть определенная заданная трактовка. Вот, опять же, если сравнивать с литературой постмодернизмской, то есть ее вообще можно толковать очень по-разному. Один читатель поймет так, другой читатель поймет по-другому. И более того, самим авторам это нравится, когда их толкуют. Я обназначена. Да, вот это смерть автора. То есть когда автор максимально старается отстраниться от своего произведения, не давать тому зрителю, читателю уже заданную трактовку, а максимально вообще ничего не комментировать, пусть понимает как хочет. Ну вот, еще... А так, может, произошло уже, когда на Пробосе-Варже представлены, например. Пробосе-Варже, какие годы? Пчатые. Потому... А не, это ведь господина таких людей какими-то заромействами. Мне кажется, эти лет по-боже, по-боже. Я не уверена, что это к этому направлению относится. Вообще надо уточнить, я не уверена. Да вот, чем приводится, не трактовка, я считаю. А, ну, вопрос о трактовке может быть. Значит, что тут еще? Теория сложности и теория хаоса являются более основательными в объяснении природных явлений, чем линейная динамика. Память и история огранически связаны с нашим генетическим годом, нашим языком, нашим стилем и нашими городами, и поэтому являются ускорителями нашей изобретательности. Вся архитектура изобретается и воспринимается с помощью кодов, отсюда языки архитектуры, отсюда символическая архитектура и двойное кодирование. Все коды испытывают влияние семиотической общности и различных типов культур. Отсюда необходимость плюралистической культуры для проектирования, основанной на принципах радикального экликтизма. А можно на русском? Какие конкретно слова непонятные? Плюр... Плюрализм — это множество умений. А теперь вот все это предложение сначала и помедленнее. Необходимость различных культур, то есть каждая культура — это разный подход, какой-то разный взгляд. Соответственно, плюрализм культур — это многообразие культур во всем их разнообразии для проектирования, основанных на принципах радикального экликтизма. То есть экликтика — это смешение разных стилей, и тут мы смешиваем все. Очень по-разному проденеру. И смотрим, что получится. Понимаете, как сложно, например, Насте прогулся. Постреливать. Я думаю, все ясно, четко и понятно. Понимаюсь. Еще архитектура должна учитывать экологическую реальность нашего времени и уметь поддерживать свое развитие зеленой архитектуры и космический символизм. Да, сейчас зеленая архитектура. Да, это тоже такое очень модное. А еще какая-то бироника, по-моему, когда вот какие-то такие природные совершенные элементы переносятся, ну, берутся за абразив и по образу и подобию что-то создают. Все эти стены представляют собой. Насчет зеленой архитектуры. Есть специальные программы, которые помогают учитывать природный свет. У меня все это. Понимаете, вся эта зеленая архитектура совсем абсолютно никогда не сможет компенсировать то количество всего плохого, что было замечательным иском. Никогда не говори никогда. Да. Потому что на самом деле сейчас еще трудно сказать, что мы говорим, что это невозможно сейчас. А на самом деле мы так плавно не дают, не дают. То есть китайцы стоят выращивать леса на несколько этажей. Да. Они строят такой здоровый небоскреб. Там получается на одной точке ниже площади. Да. Получается несколько лесов друг над другом. Да, да, да. Причем какой-то наш русский архитектор эти все затеяли. Понимаете? Понимаете, что нужна сущная мозаика, чтобы не перекрывали? Ладно, давайте дадим все это сделать. Закончить и рассказать. Там третий слайд из двенадцати. А мы чуть-чуть это посмотрели. Ну, там я сейчас расскажу на первых слайдах. Там я просто покажу с некоторыми пояснениями. Вот. Ну, понятное дело, что все вот это вот связано с тем, что мы обсуждали на этом УФК. С энергетикой, со всеми вот этими явлениями и процессами. С теорией хаоса, с теорией катастроф. Вот. А если есть философов, кто наиболее близок к развитию этих идей. Ну, например, Дейлёс, Мерло-Понти, Гвадари. Так. Ну, наверное, тут Андрис. А, вот еще что интересное, по поводу влияния электронных технологий, вот этот вот эксперимент, как раз это уже в 90-е годы появляются новые теории, и эксперимент со свободной, нежесткой, такой текучей, криволинейной формой, он является главным пределом виртуальной реальности, и получим имя электронная барокко. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему барокко, может быть потому, что как раз в эпоху барокко отошли от жестких форм предыдущего века, до барокко-готика, но вот я, честно говоря, вот так вот с историей моды это немножко связываю, потому что, например, в 16 веке в Европе доминировала мода испанская, когда вот жесткие такие формы, очень твердые корсеты, носочек, туфельки из-под того, это показалось, какой ужас, в общем, вот все закрыто, все жестко, и все имеет четкую форму. А когда вот произошел переход от этого стиля к более новому, вот, к барочному стилю, то есть 17 век уже, и как раз вот на протяжении 17 века политическую роль, увеличивается политическая роль Франции, и она же становится законодательницей моды в Европе, и тут уже такие более свободные формы, то есть, соответственно, и одежда становится такие, вот нет вот этой вот чопорности, и декольте появляются, и чего там только не появляется, это и гибелья на шляпах, и еще такой милитаризм во всей моде, ну, поскольку там была 30-летняя война, 30 лет воюют, вроде как-то уже обычное дело, ну, и, соответственно, это не могло отразиться и в одежде. Вот, так, я говорила про электронную порогу, как? Вот, возможно, с этим связано, вот, я не очень уверена. Значит, лавинообразный поток компьютерных технологий, значит, с электронной порогой у нас не имена некоторых архитекторов, ну, например, таких, как Марко Энабак, Стефан Феррелак, Клод Паре, я, честно говоря, их даже посмотрю после того, что их там было, их было много. И, честно говоря, вот забиваешь их, и не всегда интернет выдает, да. А некоторые архитекторы 90-х годов, они избрали свои, своим полем деятельности вообще исключительно виртуальную реальность, то есть они все свои инсталляции делали в виртуальном мире. То есть не пытались их? Да, они не перекладывали. Это вот такой вот чистый проект. Бумажная архитектура раньше это называлась. Причем иногда они просто с формами экспериментировали, то есть какая-то такая очень странная фигня, ты смотришь на нее, а что это, ну, вроде какую-то форму имеет. И с одной стороны, это даже прикольно. А так вот, значит, довольно многие ей тоже делают такие строения, вот я Майнкрафт из кубиков и все-таки. Может, знаете, что такое, нет? Майнкрафт я знаю, у меня брат не очень долго играл. Не, ну что там реально все красиво может делать, что-то там. Ну, в Майнкрафте, это все-таки, тут есть четкая форма, а там вообще формы нет. Там вот эти вот текучие линии, кремы, там все крем. Но они все-таки, тут какие-то макеты. Или это чисто виртуальные, чисто виртуальные макеты? Ну, в чем-то это виртуальные макеты, в чем-то это вот просто эксперименты с формами, вот с этой вот текучестью. Там что-то, параболы какие-то напоминают, вот эти вот с графиками, какие-нибудь там синус-мойды. Да, это вот тоже постмодель, проект, издание музея. Это, конечно, очень интересно, что, может, человек идет, 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 и весь музей проходит в аэтоспираль. Так, прочитаем наушок. Еще и на обыцах начали. Жизнь циклична, мне интересно, а это несколько наложено друг на другую колец или это именно спираль? По-моему, внутри там спираль, что-то человек идет, 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 идет. Спираль спираль, смотрите, смотрите в правый угол. Да, точно видно, что точка спираль. Хотя, с другой стороны, вот тут, вот 5, по-моему, даже и тут 5, я уже не уверена, девчонки. А вот это справа, видите, это очень похоже на шахту лифта. Видите, там еще люди толпятся. Ну, это просто так. Принесет лифт, по-моему. Нет, там есть лифт. Там поднимаешься наверх на лифте, а потом идешь, так шарик. А это, значит, архитектор, она эрако-британского происхождения, смешного, представительница деконструктивизма. Вот мне ее работа очень нравится, я хочу их побольше показать. Вот, они совершенно удивительные. То есть, вот тут абсолютно нету каких-то углов, да, каких-то вот острых углов, все линии изогнутые. И вот, как мне кажется, потому что, в принципе, в городской среде, она ведь немножко так давит на психику, вот, мне кажется, что вот эта вот нелинейность, она в каком-то степени облегчает конструкцию. То есть, нет вот такого вот давящего эффекта. Квадратный того, вон они там вдалеке видны и видны на сухонии. Кстати, то, что у нас вот все квадратненько, это даже на нашем мышлении сказывается, потому что, например, есть такой эксперимент, кстати, могу даже его нарисовать, но это уже угодно, но что психология. Вот, линии абсолютно одинаковые длины. Вот, если вот так нарисовать, какая кажется длиннее? Верхняя. Вот, верхняя, да. И всем европейским людям кажется, что длиннее верхняя. А вот если показать эту же картинку людям из какого-нибудь примитивного общества, такого традиционного какого-нибудь там по имени, богом забытым, вот, они скажут, что они одинаковые, потому что они вот, они думают по-другому. Это, конечно... Не испорченцы. Да, у них связано, конечно, со средой обитания, с повседневными практиками, но вот у них восприятие отличается от нашего. Так, это изнутри, оно самое потрясающее. Это как птица какая-то в голову завернула, да? Ну да, или волна. То есть как раз вот ассоциации, трактовок, то есть оно толкает воображение. Вот центр этот очень большой, там очень много разных аудиторий, концертных залов. Это станция метро в Санкт-Петербургской Аравии. То есть там специально вот все эти переходы продуманы для того, чтобы не происходило там столкотворение людей. Вот. Ну и сами формы тоже такие совершенно нетрадиционные. Вот так, это очень жестко. Вот, это футбольный стадион. Да, красота. Людишки такие маленькие, как муравей. Почему людишки? Вот тут, мне кажется, даже какие-то природные формы напоминают, такую обсекаемость. Почему 22-й год? Потому что мы построили. Еще не построили, да? Людишки не настоящие. Так, а это уже скоро будет удача. А, да, это же будет в Японии, что следующие иллюбийские. Да, вот такой вот, значит, проект. Международный центр культуры. А есть уже тут? А вот, ну, похоже, это стоящие вот с левой. Вот тут я не уверена, может быть. Может быть. Ну, тоже что-то вот в своей форме совершенно удивительное. Причем вот с каждого рамка вся разная картинка. Если сверху посмотреть, то даже чем-то можно паучку напоминать. Да, да. Ну, здесь тут лук. Блин. Есть ли? Все? Да, вы все. Ну, хорошо, ладно. Ладно, спасибо. Очень интересно. И, видите, я хочу... Это очень хорошо, что вы рассказали. И очень хорошо, что мы, наверное, почувствовали, насколько разным языком мы все разговариваем. Насколько разным... На самом деле, даже если вы возьмете наши языки, естественно, научные, то они тоже отличаются сильно. И даже, вот я не знаю, вот физик у нас есть, я там училась на физфаке. И мои... Ну, у нас была группа акустики, и вот наш кафедр назывался физикой для верхвата, но там моделировали всякие группы. И вот, если взять, например, пособие по практику у двух каких-то разных кафедр, и, ну, молодежь, я не знаю, вы тоже так иногда смеетесь. Парень-парень с покашей, или на четвертой паре какой-нибудь уже смеются люди, как только новую формулу напишет преподаватель, сразу же становится смешно. Смешно. Да, выясни. Это истерика от нервов. Конечно, это уже человек устал, уже все. И вот мы так и развлекались в общежитии, там учились какому-то зачету, брали описание практик на другой кафедре, начинаешь читать, и так смешно. А сколько у города получается? Потому что у нас разный язык, а? С кого города-то получается? В каком городе родились, получается? Я? Да. В Москве. А, у вас это товарищ, какие-то общежития? Да. У меня же были друзья в общежитии. Да. Так что это все очень важно, чтобы люди понимали. А вы нам хотели что-то показать? Да. Ну, покажите как-то, конечно. И вот очень хорошо, когда все-таки наши докладчики пытались говорить такими словами, которые всем понятны. Вот Катя хорошо сказала. А теперь по-русски. Потому что, потому что, да, у нас языки очень сильно. Нет, хорошо, что можно. Да, мне кажется, мы привычно, а вот... Да, это очень хорошо. Нет, мы привыкли со своими коллегами разговаривать на специальном языке. И это очень важно, чтобы человек мог, вы знаете, там всякие классики говорили, что если человек понимает свою проблему, то он может или объяснить. Ого. Ну, тут два картины, но вопрос, нам было интересно, то, что я говорила, что... Семьи астеростанций, мы далеко не полностью назвали открыт земной шар. Вот это, здесь это прожили семьи астеростанций, которые расположены у нас на суше. Все эти, которые, вы видите, в море, это на островах. Как их мало, да? Да, их очень мало. И поэтому настолько важно действительно нам получать также спутниковые данные, потому что вот такие огромные участки, кажется, совершенно не покрыты. И это вот именно наземные. Ну, тут семь тысяч наземных и тысяч аэрологических, это значит, что они все равно наземные, но показатели являются не прямым методом, то есть, как мы смотрим, к примеру, тюрьмометр, который лежит на земле, а приборами, то есть, которые не имеются приказаний. Как пускай отпуска. Да, 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 да. Их всего 8 тысяч, сумма одна получается на весь земной шар, то есть, это очень мало. И это на 2012 год, вот эта картинка из слайда, который нам показывали в этом году на одном из предметов, и преподаватель сказал, что он проверял, и на настоящее время мало, что поменялось, то есть, примерно такое же количество. Вы обратите внимание, между прочим, на нашу Сибирь, на наш север, на наш север, на очень мало. Да, совсем в Ирландии ничего нету. Меня Канада расстраивает. Я думала, что он такого, знаете, будет сиять не хуже Америки или Европы, а она такая пустая. Кто? Канада. Она вполне густенькая. А что-то как-то больше на юге Канады, в Соединенных Штатах, конечно. Нет, там тоже кустые проценты, значит. Ну, то есть, даже несмотря на, может быть, кажущуюся нам недостаточность, недостаток измерений, там, кто-то любит сказать, не Канады, но в Сибири или в Африке, это посмотреть на океан. Да. И вот это морская сеть на буденье, это уже непосредственно в океанах, в морях, находящихся, какие-то датчики, буи генологические, которые тоже снимают разные показатели, но тут немного другой масштаб, то есть точек на самом деле малых, кажется, что их много, потому что они крупные. Но можно увидеть, да, что в основном они сконцентрированы по берегам и тереков, а в середине океанов их можно просто по пальцам прочитать. Раз, два, три, там, ну, очень мало. Поэтому действительно приходится при прогнозе это раз на спутниках. Спасибо, очень интересно.